Добрый день! Я приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Елена Романова и сегодня у нас с вами речь пойдет о киселях. Давно я хотела снять это видео и рассказать вам преимущества киселя компании Тиандэ, так как именно с этого киселя начался мой путь к стройной фигуре. В настоящее время мое тело потеряло 10 кг. Произошло это за 5 месяцев. Именно с киселя Тиандэ, вот такой вот киселечек, благодаря которому я начала сбрашивать вес, так как пила его во время перекусов вместо чего-то, когда хочется чего-то вкусненького, чего-то сладенького. И хочу вам сказать, что когда вы его пьете, очень хорошо удовлетворяются ваши потребности съесть что-то именно, вы знаете, калорийное, что-то вкусное, что-то такое сладенькое. И вот когда вы его завариваете, выпиваете, кажется, как будто вы съели, может, какую-то пироженку, может, какой-то фрукт очень вкусный, то есть удовлетворяются ваши потребности. И что же я хочу рассказать вам сегодня в этом видео. Видео пойдет не о том, какой хороший этот кисель и о том, как я его пила, а сравнительную характеристику я хочу провести в трех киселей. Для начала я вам хочу показать кисель. Вот такой обычный кисель, наверное, многие из вас его приобретали. В магазинах продается он в супермаркетах. Вот такой киселечек. И давайте мы с вами обратим внимание на то, какой же его состав. Читаю. Сахар-песок. Как вам это нравится? Особенно для тех, кто находится на диете. Так, дальше. Крахмал картофельный. Зачем он нам нужен, спрашивается, да? Дальше. Ароматизатор пищевой. Красители. Вот, что содержится вот в этом киселечке. Следующий кисель я купила в аптеке. Вот такой кисель. Читаем, что входит в состав этого киселя. Сахар. Крахмал картофельный. Яблоко. Ну, хорошо. Мука овсяная. Так. Загуститель. Регулятор кислотности. Привет. Так, что еще у нас тут? И ароматизатор. Это то, что входит в состав этого киселя. И следующий киселек, мой любимый. Кисель, который я вам показываю, да? Кисель от компании Тиандэ. Пектиновый кисель. Пектиновый кисель баланс. Что в его состав входит? Написано на самой упаковочке. Здесь, что мы с вами читаем. Соком облепихи, яблоком, мягкой тыквы, сок моркови и ананаса. Когда вы его растворяете, вы видите, что у него ярко-оранжевый цвет. И причем этот цвет за счет облепихи. Все мы знаем, облепиховое масло, оно очень-очень такое с мощным цветом, да? И читаем, что же у нас в составе этого киселя. Так. Состав. Фруктоза. Обратите внимание, первые два киселя были на сахаре. Фруктоза. Дальше овсяные волокна. Волокна, не мука, а овсяные волокна. Дальше. Инолин. Я думаю, многие из вас знают, что инолин это пребиотик. Следующее. Сок моркови. Порошок тыквы. Сок облепихи, про который я вам сказала, который цвет дает яркий. Сок ананаса. И стевия. Стевия это натуральный подсластитель. Обратите внимание, это на пектине. И здесь нет ни сахара, ни крахмала, ни консервантов, ни усилителей вкуса, ни ароматизаторов и ни того вещества, которое дает не красящего никакого пигмента. Вот для этого я и создала это видео, для того, чтобы сделать сравнительную характеристику трех этих киселей. Кисель от компании Тианды, кисель из аптеки и кисель из магазина. Выбор за вами. Всего доброго. С вами была Елена Романова. Пока-пока.